Здравствуйте, уважаемые телезрители, я Святослав Савенков, рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественными организациями. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся вместе разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни нашего Одинцовского района. Сегодня мы поговорим про молодежное воспитание, историко-патриотическое, военно-патриотическое. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84. Звоните в прямой эфир. Постараемся вместе во всем разобраться. Наши гости сегодня Оксана Григорьевна Сыворова. Добрый вечер. Добрый вечер. Оксана Григорьевна, председатель комиссии общественной палаты по науке и образованию. И кроме того, впервые у нас сегодня Владимир Иванович Гутров. Добрый вечер. Добрый вечер. Владимир Иванович, почетный член ветеранского движения, ветеран РВСН, эксперт-консультант нашей общественной палаты. И, Владимир Иванович, наверное, к вам как раз-таки первый вопрос. Сегодня мы, как я уже говорил, молодежный вопрос затронем, вопрос воспитания. Что такое воспитание, понятно. Почему, в принципе, детям надо рассказывать о войне, об истории государства, тоже в общем и целом ясно. Но в последнее время разные разговоры идут. Как преподавать, кто должен преподавать, какие методики нужно использовать. Вот на ваш взгляд, как человека, который и с молодежью работал, и в РВСН много лет своей жизни отдал службе Родины. На ваш взгляд, как нужно сегодня этот вопрос, этот процесс образования, воспитания строить? Вы знаете, вопрос задан правильно, и на него нельзя вот слету ответить, потому что надо знать обстановку и условия, в которых формируется личность. Если личность, положим, я вот сам дитя войны, 41-го года рождения, то для нас формирование моральных качеств, формирование патриотических чувств, волевых качеств проходило, конечно, в трудных условиях после военной разрухи. И многое сделали ветераны, даже инвалиды, с которыми мы общались часто на улицах. Обстановка сама заставляла. Поэтому очень важно, когда вот и нормально, потом, я помню, 40-е, 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы я уже в армии служил, занимался много работой как политработник с солдатами. Было нормально. Но тут у нас произошел сбой, сбой в 90-е годы, смена формаций. И, конечно, про патриотизм забыли. Наводнили западными всеми специалистами, так называемые, меценат этот Сорос, учебники по истории, по литературе переделывали, ужимали Великую Отечественную войну, про геройку забыли. И получилось так, что школьники 90-х и нулевых годов практически очень мало знали о войне. Вы знаете, Владимир Иванович, я могу даже дополнить, как человек, который как раз-таки в 90-е годы учился в школе. А, на мой взгляд, про патриотизм не забыли. По него прекрасно помнили люди, которые этим занимались. Но они считали, что нужно как раз-таки на 180 градусов вот эту вот машину разворачивать. Слово патриотизм вот у нас в школе было смешным. Смеялись. Кто у тебя папа? Папа военнослужащий или сотрудник ФСБ. Стыдно, молодой человек. Это преподаватели на нас смотрели, понимаете? Совершенно правильно, Святослав. И, конечно же, это сверх ушло от людей, которые тогда почему-то этим занимались. Образовался с 91-го года такой как бы вакуум, вытоптано поле, чертополох. И ничего вот нашего, даже это слово стало как бы нарицательным, патриотизм. Правильно вы говорите. И оно забыто было. И вот эта вот система, когда внедрилась к нам в новые учебники западного образца, конечно, ребятам было тяжело. У меня внучка, у меня внук учились. Они мне часто задавали вопросы, которые мне оставили вообще в такое положение. Думаю, как же так? Чему учат в школе? Потому что это все не то, что мы проходили, то, что мы знали, то, чему посвятили свою жизнь. Поэтому вот сейчас я хотел привести цитату одного западного пропагандиста. Как раз на это нацелено о том, что отнимите у народа историю, и через поколение он превратится в толпу. А еще через поколение им можно управлять как стадом. Вот западные идеологи и хотели превратить наше поколение молодежи в стадо, вытравить понятие о войне, лишить наше поколение вот национальной гордости за великую победу. Сейчас же обстановка тоже очень сложная, особенно информационно-психологическая. Вот у нас хорошо на телевидении показы мы вот сегодня и раньше, и в наших домах культуры сейчас идет большая пропагандистская, можно сказать, кампания в связи с праздником Победы. Вот. А ведь информационно-психологическая война с Запада, она как началась после войны и до сих пор идет. И прежде всего фальсификация идет по двум основным направлениям. Это в первую очередь первое, что именно Советский Союз развязал Вторую мировую войну. Вы представляете, какую? Они из себя пытаются снять ответственность за развязание войны. И второе направление – принизить решающий вклад Советского Союза в победу и во Второй мировой войне, и в Великой Отечественной войне. Вы знаете, Владимир Иванович, есть такое вот мнение, его нередко высказывают, что народ, у которого были подобные события, подобные страницы в истории, подобные в Великой Отечественной войне, я, конечно, имею в виду, несмотря ни на какие воздействия, несмотря ни на какой разброт и даже шатание в государственных структурах, никогда об этом не забудет. Но посмотрите, что творится во многих республиках бывшего Советского Союза. Для сравнения, Беларусь, которая потеряла каждого четвертого своего гражданина в годы Великой Отечественной, и Украина, которая потеряла каждого практически шестого. Через Украину два раза прокатились вот эти, даже не армия, а армии, фронты, несколько раз. И сравните, как 9 мая вчера, что происходило, например, в Минске, да, на это было приятно посмотреть, это миллионы людей, которые празднуют свою победу, потому что они победили. И Киев. Это идет именно идеология. Конечно. А ведь это народы братские, а по мнению многих людей, и вовсе единые народы. У нас есть звоночек от нашего телезрителя, я предлагаю его послушать, и потом продолжим беседу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. У меня тема вот такая. Я инвалид, я инвалид второй группы. У меня ревматоидный полиартрит 20 лет, и ноги все у меня деформированные. А сейчас случилась беда, у меня большие язвы графические. Я-то дома на костылях еле-еле двигаюсь, но мне надо два раза в неделю ездить в больницу, чтобы наблюдать за этими язвами огромными. Мы обращались, уже год прошел, насчет пандуса. Его нет. Там 10 ступенек, Пожайское шоссе, 127-й дом. И вот тащат на руках меня, но уже они устали. Пускать на руках коляску инвалидную. Я понял ситуацию. Смотрите, насколько я понимаю, мы, конечно, сейчас обратимся в профильную соответствующую комиссию общественной палаты. Конечно. Вообще, насколько я знаю, насколько я информирован, у нас уже несколько лет стараются реализовать в Подмосковье программу губернатора Московской области Андрея Воробьева «Доступная среда». Наверняка вы тоже о ней слышали. Идея достаточно простая. Везде должны быть условия для людей с ограниченными возможностями. Чтобы никто вас не таскал, чтобы вы могли сами спокойно, комфортно спуститься и везде подняться. Это везде пытаются сделать. Понятно, что на это нужно время. Но я уверен, что в Одинцовском районе это действительно реализуется довольно быстро. Если вот по этому конкретному адресу есть какой-то затык, может быть, сами понимаете, в план поставили, как это бывает там, когда-то, да, по идее, уже должно быть реализовано или вот-вот должно быть сделано. И вот все как-то пробуксовывается. Возможно, конечно, я не гарантирую, но возможно, общественники здесь помочь смогут. Мы ваши данные, конечно, передадим в соответствующую профильную комиссию. Они с вами свяжутся, на адрес выехают. К соответствующим людям обратятся. Есть примеры такого же дома, как у нас. В двух случаях эти пандусы сделали. То есть дом такой же, как у нас. И спокойно люди на колясках могут... Процесс идет, процесс идет. Просто, к сожалению, не всегда и не везде можно сразу сделать. Поэтому вот и получается. Хотя я, конечно, вас прекрасно понимаю. Вам-то, конечно, не проще от того, что где-то сделали, а вас нет. Ну, передадим, конечно, в общественную палату. Попробуем вместе разобраться. Может быть, они смогут помочь. Спасибо за звонок. Уважаемые зрители, я напоминаю, мы сегодня говорим про молодежное воспитание, про военно-историческое воспитание молодежи. Вспоминаем 9 мая. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84, звоните. Владимир Иванович, Оксана Григорьевна, давайте продолжим наш разговор. Говорили мы о том, что, в общем-то, несмотря на то, что и в семьях могут помнить о том, что такое, например, Великая Отечественная война, что такое вообще наша страна и так далее. И в учебниках истории каких-то не самых старых это может быть написано. Но, я думаю, вы согласитесь, без государственной четкой поддержки, без работы общественников, без вот этого общего народного движения, конечно, все это утеряется, быстро потеряется. С самой идеей, конечно. Да. И, конечно же, если говорить о том, что детям, детям надо что-то давать, их окно надо воспитывать, то с какого все-таки возраста? С самого раннего. Со школы или прямо из детского сада? Конечно, с детского сада. Или, может быть, даже раньше? Ну, почему из детского сада? Потому что у нас какое восприятие у детей? Да, визуальное, то есть тактильный контакт, визуальный. Ребенок, когда он видит, когда вот он может увидеть живого ветерана, когда он может послушать его рассказ о том, как во время Великой Отечественной войны он воевал, какими видами оружия они пользуются, показать. Затем рассказать про свои награды, рассказать про то, какие были бои. Это впитывается с молоком матери. Это во-первых. Во-вторых, вот хочу сказать, что во всех образовательных учреждениях нашего района уделяется большое внимание патриотическому воспитанию, как и в целом районе, и в нашем государстве, естественно. Поэтому мы говорим, что знаешь историю, любишь страну. Правильно? Историю мы должны свою знать. Страну должны любить. И любовь эта прививается к стране с самого раннего возраста. Мы совместно вот с нашими дорогими ветеранами проводим всевозможные акции. Уже начиная прямо до школьного возраста сажаем вместе деревья. Мы это видели не один раз во всех наших... Памятниках Желкового. Совершенно верно. Оксана Григорьевна, я вас на секундочку прерву. Хотелось бы вот у Владимира Ивановича все-таки уточнить. Смотрите, мы с вами начали вот эту тему. Давайте уже закроем до конца, потому что называется добьем. Понятно, что было в 90-х. Понятно, что было в послевоенный период и так далее. Совершенно разные поколения. На ваш взгляд, вот вы боевой офицер. Сегодня что? Сегодня? А сегодня продолжается проверка нашего общества на прочность, на верность тем традициям боевым, которые сложились у нас в стране. Я хочу вам сказать, что вот я в 14-м году и в 15-м посвятил, вот авторский сборник такой, значит, в газете диалог был «Память сильнее времени», где было расписано улицы Одинцова названы в честь кого? Жукова, Толубка, Бирюзова и всех 11 человек. Дальше. Дни воинской славы России. Хорошо, в 95-м году был принят закон Госдумы 17 дней воинской славы России. Начиная от Ледового побоища, Куликовской битвы и заканчивая Великой Отечественной войной шесть праздников. Памятные даты России и так далее. То есть, вот это я при своих выступлениях в школах, я обязательно дарю школы, в их музеи и уголки воинской славы. И ценится это очень хорошо. Кстати, я и подарил и главе района, и главе города, и главе управления образования нашей вот эти статьи, которые получили высокую оценку вот этой папки. Владимир Иванович, ну, я думаю, что я вас порадую. У нас, сами знаете, безумное количество мероприятий проходит патриотической направленности, в частности, Лес Победы не так давно начали проводить. Я сейчас предлагаю вам, а также нашим телезрителям, как раз-таки посмотреть, как проходил один из этапов этой акции в поселке, в поселении Чуприкова. В частности, там принимали участие юноармейцы, организация не так давно созданная, которую многие уже сравнивают с пионерами. Организации пионерские многие люди вспоминают с огромной теплотой. Предлагаю сейчас посмотреть, как же все это проходило. У мемориала артиллеристам 82-й мотострелковой дивизии собрались школьники разных возрастов. Тут и первоклашки, и почти уже выпускники. Сейчас сложно себе представить, как их ровесники в годы Великой Отечественной были вынуждены брать в руки оружие, управлять самолетами или, например, ходить в разведку. Рассказать о большом подвиге маленьких людей. Главная цель эколого-патриотической акции «Лес Победы», которую проводит благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро». Маленькие герои Большой войны – это те дети от 6 до 18 лет, которые в годы войны показывали примеры такого подвига и героизма, о которых нужно знать сегодняшним детям. Сажать аллею славы маленьких героев Большой войны доверили юноармейцам. Считанные минуты, и возле Осаковской школы растут 6 молодых рябин. Возле каждого дерева памятная табличка с именем героя. Это Петя Клыпа, защитник Брестской крепости, партизанки Зои Космодемьянская и Зина Портнова, снайпер Вася Курка, самый молодой летчик Второй мировой Аркаша Каманин и юнга-моторист Саша Ковалев. Самому старшему из них к началу войны исполнилось 17 лет, а самому младшему было всего 13. Не нужно по всей России, чтобы везде стали такие же деревни, только в Московской области, потому что нужно помнить тех же самых детей, которые такое пережили, потому что не каждый, даже взрослый, может это пережить. Следующая часть патриотической акции, пожалуй, самая волнительная. Пока юноармейцы получали награды за участие в военно-историческом фестивале «Поле боя-2017», малыши готовились пополнить ряды юноармии. «Всегда быть верным своему отечеству и юноармейскому брату. Клянусь!» Арсений сознательно решил пополнить ряды юноармейцев, потому что хочет стать как папа летчиком. А для этого он готов на многое. «Юноармейец сначала должен хорошо учиться, а потом уже становиться летчиком». «А летчик каким должен быть?» «Воспитанный, дисциплина у него должна быть». Отныне новоиспечённые юноармейцы в надёжных руках. Старшие товарищи готовы помогать малышам словом, делом и собственным примером. Мирное равнение! Либо! Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» завершилась обедом. Солдатскую кашу юноармейцы ели с аппетитом, дружно, в условиях, приближённых к полевым. Что же, вот такая чудесная акция не так давно в Чеприкову проходила. У нас тем временем ещё один гость в нашей студии, новый гость, Оксана Владимировна Романовская. Добрый вечер. Здравствуйте. Оксана Владимировна, заместитель председателя комиссии по науке и образованию. И, собственно говоря, Оксана Владимировна, знаю, что школьная тема, она ваша. Школьная тема, она ваша. Хотелось бы вот именно у вас тогда и узнать, как в сегодняшней современной Одинцовской школе вообще обстоят дела с военно-патриотическим, историко-патриотическим образованием? Программа патриотического воспитания является одним из направлений всей воспитательной системы школы. И на сегодня это как одна из главных, это воспитание патриотическое как одно из главных. И причём не только на словах и в теории, кто такой патриот, каким должен быть ученик, которого мы можем назвать патриотом своей Родины, а на конкретных делах и конкретных действиях. У нас очень тесная связь с Советом ветеранов. И ежемесячно, даже в рамках, ну, ко Дню Победы, подготовки, каждый день приходили ветераны, проводили разные круглые столы, беседы со всей возрастной категорией обучающихся с 1 по 11 класс. И начал Гутров, Владимир Иванович, который вот был, он проводил круглый стол, знаешь историю, любишь свою Родину, любишь страну, для обучающихся в 8-11 классах. На очень интересных и познавательно конкретных примерах из истории. И ребятам как раз эта категория, они проходят по программе Великой Отечественной войны, и, в общем-то, это было важно. А с какого вообще класса у нас в студенцовских школах подобные уроки проходят? С первого класса. Да, вот, значит, в начале мая у нас Богданов Алексей Николаевич, ветеран вооруженных сил, для начальной школы проводил беседу, называется, воспитание патриота. И он приносил коллекцию орденов и наград, которыми были награждены наши солдаты, воины, и рассказал вот так вот всю историю. И ребятам было интересно, потому что они видели наглядно, и показывал слайд-шоу тех моментов, чтобы получить эту награду, какой нужно было совершить подвиг. Ребятам очень понравилось. Мы вот сейчас смотрели видеоматериал как раз-таки по поводу одной из акций, в которых молодые люди также принимают участие, Лес Победы. Скажите, пожалуйста, вот при участии общественной палаты у нас также школьники в подобных акциях участвуют? Да, участвуют. И, значит, все школьники участвовали в этой же тоже акции Лес Победы в рамках «Мы сажали аллею славы». И не просто посадили кустики, а каждый кустик был, скажем так, табличка поставлена, посвящен ключевым битвам во время Великой Отечественной войны. И эта акция проходила совместно и с родителями, и с ветеранами. Нам открывал Дугин Анатолий Тихонович, давал нам старт посадки кустов и деревьев. И какая цель была, значит, открытие этой аллеи славы, какая цель была? То, что потом можно будет проводить уроки, вот такие нестандартные, по как раз событиям самым большим во время Великой Отечественной войны. Также дети все посетили наш Одинцовский исторический музей, и тема была... Краеведческий, который описан, да? Да, да, Краеведческий. И экспозиция была блокада Ленинграда. Ну, сейчас в продолжении хочу сказать, вот, Оксана Владимировна, по поводу блокада Ленинграда. У нас идет третий этап нашего проекта, который был запущен в нашем Одинцовском районе, нашим главой Андреем Ивановым. Вот, и сейчас проходит третий этап, в рамках которого мы послезавтра выезжаем большой такой, скажем, районной группой, да? Делегацией. И в город-герой Петербург. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, да. Там будет проходить двудневная экскурсия, посвящена она будет, естественно, блокадному Ленинграду. Поэтому это вот мероприятие, которое будет завершать вот этот вот цикл. Да, выезжают и дети, и ветераны, и педагоги, и сами блокадники. То есть, очень большая акция, она охватывает более сотни человек. Ну, то есть, другими словами, дети сами видят непосредственно, что происходило, где происходило. Соприкоснуться непосредственно с тем, что происходило в эти годы. Данный проект три года назад был запущен, и называется «Салют Победе», и каждый раз завершается посещением города-героя. Вот первый год, когда была эта эстафета, посещали Брест, Брестскую крепость. И тоже ребята наявы увидели, где и как проходило начало войны, как это стало. Причем это все проходит в военной форме. Город-герой Минск. Вот в этом году именно Ленинград, потому что годовщина будет. Ну, и я так понимаю, раз это все-таки школьное участие предполагается, то ребятам никак не избежать классической школьной проверки знаний. То есть, наверняка будут какие-то работы проверочные и так далее, сочинения возможные и так далее, верно? Да, могут ребята будут, скажем так, в своей школьной газете на сайте делать заметки о том, что они увидели и какое их отношение. И что им это для них, что они получили для себя. А по возрастной категории это что за ребята, какие классы? Ну, это начинающие с 14 лет где-то. То есть уже старше. Да, старше. Это 8-й, даже 9-й, 10-й, 11-й класс. Кстати, потом более старшие ребята приходят к нам в гости, в детские сады. Либо же мы посещаем школы, приходим к ним и проводим совместные мероприятия. То есть получается такая, знаете, как эстафета. Малыши, среднее звено, старшие. Мы как педагоги и ветераны. И то, что увидели ребята или провели какую-то исследовательскую работу в данном направлении, вот передают поколение младшим. И они потом проводят беседы и в младших классах. Вы знаете, я сейчас даже представил себя на месте непосредственно школьников. Все-таки, знаете, это очень интересно. С одной стороны, когда тебе все-таки пытаются, хоть и что-то важное, но насильно засунуть. Знаете, школьники всегда сопротивляются этим новым знаниям. А другое дело, когда они сами внезапно понимают, что они там вдруг старшие. И они должны кому-то что-то объяснить. Наверное, тут и желание более подробно вникнуть глубоко в материал рождается. И какие-то интересные, может быть, даже методики, как донести до ребят эти идеи. Они и проекты сами вставляют. Ну, вот я считаю, вот ту аллею, которую мы посадили, и я говорила, что каждый кустик – это ключевой событий. Например, Сталинградская битва. И уже мы будем приводить на экскурсию, вот скажем, по этой аллее, уже доносите ребятам младшего возраста. Но это будут делать не учитель, как урок, а именно те, кто проводил эту работу, кто писал про их там по Сталинградской битве, битву под Москвой. Ну, это всё на улице, и так всё торжественно, и познавательно, и нестандартно. И думаю, что у ребят в памяти отложится всё-таки. Потому что, ну, думаю, что когда стандартный урок, он, ну, прочитал, посмотрел. А здесь всё-таки такие действия и предварительная работа. Непрадиционные методы – это всегда хорошо. Интерактивные варианты, конечно. Поэтому вот определение, знаешь историю, любишь страну, оно верно. То есть человек может дружками потрогать, посмотреть, усвоить более глубоко. А потом, когда эти маленькие дети вместе со своими родителями сажали эти кустики, то они и будут ухаживать за ними, и оберегать, и так бережно относиться. Вот и будет патриот своей страны, своя родина. Это как раз вот то, о чём вы говорили, что патриотизм – это не слова, это, в первую очередь, действие. И не обязательно лезть прям вот обязательно по танк с гранатой, искать этот танк несчастный и лезть. Не обязательно. Любое действие не бросать на улице, банально. Конечно. Не мусорить своей стране у себя. Проявить уважение к старшим. Патриотическое воспитание. Делать его лучше, красивее. Да, это любовь к родине. А родина малая – это семья и уважение к старшим, уважение в свои как духовные ценности. Всё это идёт, это тоже патриотическое воспитание. И здоровый образ жизни – это тоже воспитание какие-то нравственные ценности. Ну что же, Оксана Владимировна, Оксана Григорьевна, спасибо огромное, что вы к нам сегодня приходили. Очень интересная тема. Я надеюсь, что мы её продолжим. Конечно, конечно. У нас День Победы, слава Богу, уже не 90-е годы. День Победы у нас празднуется не один раз в году. У нас, в общем-то, вся эта тематика в течение всех 12 месяцев уйдёт. И в особенности в ваших образовательных учреждениях. Спасибо, что приезжали. Спасибо вам. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберёмся». Сегодня мы говорили о молодёжном воспитании, военно-историко-патриотическом. Если у вас остались какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84. Звоните в течение недели. Или сразу напрямую обращайтесь в общественную палату Одинцовского района. На их официальном сайте есть весьма удобная форма обратной связи. И там же имеется адрес электронной почты, на которую вы можете писать. С вами был Святослав Савенков. Берегите себя и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова